Здравствуйте! Меня зовут Фёдор Васильев. Это 19-й урок видеокурса «Уникальные виджеты Adobe Muse». В этом уроке я вам покажу очень классный виджет, который многим придется по вкусу. Сейчас вы видите, что происходит. Данный виджет послужит для привлечения взгляда человека к какой-то, возможно, акции. То есть виджет позволяет разместить разные слова, разные предложения, чтобы вот так вот они шли чередой. И причем эффекты анимации, которые сейчас вы видите, они разные. То есть можно сменить на другой. Задержку анимации, цвет, шрифт и так далее. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим настройки данного виджета. Перетягиваем виджет на холст и сразу смотрим настройки. Вот здесь вот первая ячейка точечки, да, это вот в начале. Видите? И вот здесь в конце. Здесь, я не знаю, можете заменить на какие-то другие символы, я в принципе их не трогаю. Самое главное поле это вот это вот, среднее поле. Вы видите, здесь стоят слова через запятую. Эта запятая, она разделяет появление слов. То есть до первой запятой слово появляется в начале, после запятой второе слово появляется вторым словом. То есть первое исчезает, второе появляется и так далее. И можно, в принципе, сразу писать. Напишу первое привет. Выделяете второе слово и пишите что-то другое. И изменяем третье. Я не пробовал, сколько здесь есть возможностей. То есть можно ли добавить больше слов? Скорее всего можно. Просто ставите запятую и пишите слова, если у вас больше. Я не тестировал, не знаю. Дальше смотрите. Text Color. Это цвет текста, точнее вот этих вот полей. Все, что вы здесь напишите. Тут точки, поэтому цвет точек также будет сменен. Font. Это у нас шрифт как раз для вот этих вот полей. Где точки. Я тут ничего не меняю, потому что у меня там точки. На них шрифт в принципе не влияет никак. Дальше. Animated Text Settings. Настройки анимации. Для текста это для нашего основного текста. Видно, что там цвет голубой, здесь ячейка голубая. Меняем цвет самого текста, который вы прописываете вот здесь во втором поле. Вот видно, цвет сменился. Для этого текста шрифт можно выбрать здесь. И последние настройки идут. Настройки анимации. Это задержка между анимацией. То есть вот первое слово появилось. Прежде чем появится второе. Задержка. 2000 миллисекунд. Это достаточно быстро. Я поставлю 3000. И Enter. И самое интересное. Это вот здесь вот по клику вы можете выбрать какую-то другую анимацию. Давайте попробуем какую-нибудь другую. Посмотрим. Давайте перейдем в браузер. И у нас происходит. То есть вот такая анимация. Очень классный виджет. Простой, но очень полезный. Я буду с удовольствием использовать его в своих проектах. Давайте посмотрим какой-нибудь еще эффект. Здесь уже без меня. Вы потом выберете подходящий для себя эффект. То есть можно сделать, чтобы вот так вот проявлялся. Очень здорово и красиво. Надеюсь урок для вас был полезным. Здесь все. И увидимся с вами в следующем уроке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!